Привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет влог. Хотела затронуть несколько таких тем. Вот в прошлом видео, например, где я снимала чисто такое бытовое видео, как вы видите, и как я даже сама заметила, такие темы сейчас не особо интересны. Косметика особо тоже никого не интересует. Я вот посмотрела, точнее, я смотрю двух блогеров. У одной 3,5 миллиона подписчиков и у другой 10,3, по-моему. Так вот, у той, у кого 3,5 миллиона подписчиков на каждом видео 15 тысяч просмотров про косметику, и у той, у которой 10,5 миллионов или 10 миллионов 300, у нее получается на каждом видео не больше 300 тысяч зрителей. То есть видно, да, что эта тема уже себя изжила полностью, вот, и поэтому она не особо интересна. Я заметила, что сейчас в последнее время, несмотря на то, что вообще в мире происходит, людям подавая вот этот трэш, потому что они как-то от него заряжаются, потому что сразу появляется тема, ну, по поводу которой можно очень долго дискутировать, взывать друг друга, ругаться. Вот не понимаю, почему. Уже, ну, практически вот такой маленький процент людей остались, которые любят какие-то дружелюбные видео, такие добрые, про косметику, про быт. Вот я выкладывала, как мы ванны там начали ремонт делать, и я так понимаю, что да, это тема вот для, наверное, таких самых-самых преданных зрителей, которые смотрят практически все видео, которые ты выкладываешь. И хоть многие там не начинают писать, вот если я в каком-то видео, ну, я знаю, кто-то пишет, ну, вот если я в видео затрагиваю тему, какие есть проблемы в Эстонии, что, допустим, становится тяжело, мне сразу пишут чемодан вокзал России. Кстати, я не могу понять, в связи с чем меня постоянно посылают в Россию, потому что я никогда наши страны не сравнивала, я вообще никогда не смотрела ни в какую страну, кроме Эстонии, и не была заинтересована, чтобы жить в какой-то другой стране, кроме Эстонии, потому что для меня Эстония – это страна, которая идеально подходит для жизни, для жизни с ребенком здесь. Это очень маленькая, уютная, спокойная, тихая страна, вот нереально чистая, потому что, например, в моем городе вы практически не встретите нигде мусора, у нас все это очень хорошо развита, культура, каждый за собой убирает мусор. Я не говорю, что просто, ну, на 100% идеально, что вы там ни одной бумажки не найдете, конечно, найдете, и за это я очень люблю Эстонию, я ее просто, ну, я просто люблю всем сердцем, я самый настоящий патриот, и я никогда в жизни отсюда не уеду, если только мне не создадут какую-нибудь опасность для моей семьи, то есть это будет какое-то вынужденное переселение. Но опять же, почему, когда вы меня куда-то посылаете, вы мне говорите «Чемодан-вокзал Россия», а не «Чемодан-вокзал Дубай» там или еще что-то? Почему некоторое количество зрителей, граждан думают о том, что если ты говоришь, что тебе что-то в твоей стране не нравится, то типа вали ты сразу отсюда. Знаете, я привыкла решать проблемы в своей стране, насколько это возможно. У нас есть такое, что если вам что-то не нравится, вы можете выйти, сделать митинг. Естественно, вы не имеете права его сделать просто так, но вы можете договариваться с гору права получить разрешение и делать вот эти вот митинги. У нас полный порядок с этим, у нас беспорядки. Единственное, которое я очень так запомнила, это была «Бронзовая ночь». Если вам интересно, почитайте то, что творилось там, это был тихий ужас. Я еще была, ну, мелкая совсем, но всю эту историю я уже потом со временем читала и знала, и все нам по телевизору это показывали. Но никогда в жизни я не говорила, что я хочу в России жить, или я хочу жить в Украине, или я хочу жить в Америке. Никогда такого в жизни не было. Если бы я хотела, у нас была возможность уехать в Финляндию по программе. Помните, ну, может быть, вы знаете, была такая программа возвращения на историческую родину. Сейчас ее уже нету, но моя вот тетя и сестра, моя родная тетя и сестра, они вот как раз по этой программе туда и уехали. И поэтому мы спокойно могли тоже уехать. Но нет, я себя без своей Эстонии не представляю, потому что я настолько ее люблю. Я, кстати, выкладывала фотографии, как у нас в Эстонии, вот в разных городах. И прям даже задумалась о том, что за 35 лет своей жизни я не побывала даже в половине мест. Заходите вот в телеграм-группу, посмотрите, как можно не любить эту страну. Я не говорю там на уровне правительства, я говорю саму страну людей. У нас здесь замечательные люди живут. Эстонцы с русскими отлично. И русскими, и русскоязычными эстонцы отлично здесь уживались. И здесь и другие национальности как бы живут. У нас никогда не было проблем. Может быть, на национальной почве в какие-то годы, вот когда была бронзовая ночь, после бронзовой ночи. Да, они были. Мы все равно прекрасно жили, прекрасно общались со своими, общаемся с соседями. В магазине у нас можно абсолютно спокойно тоже на русском разговаривать. И у нас никуда не жалуются. Вот если брать вот три страны, стран Балтии, вот Эстония, Латвия, Литва, я могу сказать, что лично для меня... Ну, кстати, вы знаете, про Литву я очень давно ничего не слышала. Но в целом могу сказать, что Эстония – это самая такая хорошая, самая адекватная страна. Поэтому говорить мне, что если ты недовольна, едь куда-нибудь, да вы что? Я хочу решить все проблемы своей страны. Я хочу, чтобы моя страна процветала. Я хочу, чтобы здесь все дети, все люди, которые приезжают сюда и определяют эту страну, как свое постоянное место жительства, были счастливы и жили здесь хорошо. Поэтому не надо меня чужим людям, которые никакого отношения не имеют к моей стране, которые приехали сюда временно. И опять же, кто-то мне скажет, что я там говорю про украинцев. Нет. У нас есть люди, которые приехали из России, которые, ну, также по какой-то причине решили оттуда уехать, и они нас тоже отсюда выгоняют. То есть несмотря на то, что я тут родилась, что здесь родился, допустим, ну, большинство моих родственников здесь родились, и мы не какие-то там переселенцы там, нас называют здесь оккупантами. Так что, представляете, очень обидно спустя столько времени от посторонних людей слышать такие вещи только тогда, когда ты затрагиваешь тему своего государства и говоришь, что какие-то моменты тебе не нравятся. Государство в принципе так строится. То есть если вам какие-то законы не нравятся, у нас сейчас очень много законов продвигают. Кстати, вот один из таких законов тоже, который я хотела затронуть и мне задавать такой вопрос, это мое отношение к ЛГБТ-сообществу. Я нормально отношусь к ЛГБТ-сообществу. То есть у меня нету отвращения, неприязни там какой-то. Я никого в этом плане не осуждаю. Единственное, к чему я отношусь плохо, это к пропаганде. То есть если люди меня в этом плане не трогают, у меня, когда я училась в университете, у меня и подруга была тоже из ЛГБТ-сообщества. Вообще просто прекрасные отношения. Она приезжала ко мне в гости неоднократно, но никогда в жизни. Вы представляете, я очень даже долгое время об этом не знала, но как-то не обращала на внимание. И потом, пока она сама мне однажды просто об этом не сказала, вот вскользь как-то, никогда она мне свою точку зрения не навязывала, с флагами здесь не ходила, с транспарантами. И также было очень много знакомых мужчин тоже из этого же сообщества. Абсолютно нормальные отношения, ничего не пропагандировали. И сейчас у нас хотят сделать закон о браке, но, честно говоря, я не понимаю, зачем им это. У нас в Эстонии такая система, знаете, очень удобная в том плане, если женщина живет с женщиной, а мужчина живет с мужчиной продолжительное время, то оно становится как бы ответственным лицом. Если вы ложитесь на операцию, то вы можете его туда вписать, как лицо, с которым будут связываться. Если, допустим, вам нужно, чтобы ваш человек, с которым вы проживаете, делал за вас какие-то дела, ходил, получал посылки, мог отвечать на какие-то вопросы разных служб, то вы тоже можете как доверенное лицо его сделать, и не обязательно для этого жениться. Вот, но такой закон у нас хотят сейчас продвинуть. Мне, на самом деле, честно, вот я как бы, у меня нет такого, что я как-то типа сильно против, что допустим, они живут как хотят, если честно. Еще раз повторюсь, что единственное против чего я, это против пропаганды. Я вот ко всем, ну все-таки вы знаете, ну вы знаете, точнее, мы же в 21 веке живем, и судить людей по каким-то вот таким вот вещам, и так же, как и по внешности, сейчас у нас там тоже было в Эстонии, что мисс Эстония, миссис, миссис Эстония, наверное, там женщина выигралась, по-моему, трое детей у нее, что ли. На вид обычная женщина, и вот там в комментариях, как началось, да как это могло победить, да она страшная, да она там еще какая-то. Честно, люди, блин, мы в 21 веке живем, чтобы судить человека еще по внешности. Уже давно, да, известно, что с лица воду не пить, и сегодня внешность у тебя есть, а завтра что-то произошло, ее нет. Это такое, ну и красота, оно такое относительное понятие, и очень субъективное. Не знаю, мне она показалась обычно симпатичной, хорошей женщиной, почему она не могла выиграть этот конкурс. Вообще, мне вот это непонятно. Но опять же, судить всех людей по таким комментариям, и сказать, что все такие, конечно, нет, это единица. Поэтому я даже в своих предыдущих видео говорила, где я рассказывала, что у меня была неприятная ситуация с девушками-беженками из Украины, я не сужу по ним всю нацию. И мне также там в комментариях писали, не судите всю нацию. Так я это и сказала в видео. Я не сужу всю нацию по отдельным личностям, понимаете? Ну это нормально, это просто нужно всего лишь иметь разум и голову, чтобы уметь думать для того, чтобы так не делать. Короче, опять у нас беда произошла, сломался проектор. Вот, сгорела снова лампочка. Как вы помните, первый раз у нас он сломался тогда, когда у нас этот молния ударила тут в соседний дом, и у нас у многих поломались телевизоры, проекторы. Ну проектор такой у нас, наверное, я особо больше никого не видела, но не знаю, что есть. Ну и вообще бытовая техника всякая мелкая вот такая вот. И мы отдали его, короче, в ремонт. Вот нам его починили. И тут недавно, буквально неделю назад, включили его. И был, знаете, такой характерный, даже не знаю, такой хлопок, короче. И слышно было, как там стекло. Это, видать, внутри эта лампа разбилась просто в дребезке. Надо опять его сдавать. Нашли какой-то старый вот такой телевизор. Ну он здоровый, кстати. Я не знаю, как его масштабы здесь показать. Ну большой. Вот пока повесили временно, чтобы это... Ну, пока не починится проектор. Вот. И, да. Не нравятся мне телевизоры, конечно, но что делать? Вот кино там какое-нибудь посмотреть хочется иногда на большом экране. Поэтому... И это, кстати, еще не все, что у нас поломалось, потому что... Не знаю вообще, как это возможно, но я тут недавно пылесосила этим пылесосом. И, короче, ручка вот эта вот просто вот так вот отломалась. Это один из самых лучших пылесосов, который вообще когда-либо был. И вот который я всем рекомендую. Это немецкая фирма. Называется она... Ой, блин, забыл, как она называется. Биссель. Вот, по-моему, это немецкая фирма. Вот, действительно, самый-самый, наверное, классный такой мощный пылесос. Но единственный в нем минус, как по мне, это то, что он работает от сети. Очень неудобно. Я, конечно, до сих пор не могу нарадоваться на вот этот пылесос. Он до сих пор работает. И батарею держит достаточно хорошо. Только на самом... Вот, кстати, я когда пылесос сломала, он здесь тоже повредил. И так, получается, я его взяла. И, короче, даже не знаю, то ли она отсюда так... Ну, не знаю как. Ну, в общем, тут тоже одни, короче, ущербы. Вот. И вот этот пылесос, да, он просто вообще шикарный. Вот. Это самый первый такой у меня беспроводной пылесос, который служит столько времени. Это вот Xiaomi, который у меня это Dream XR, по-моему. Там есть уже более новые модели, и все отлично. Вот всем рекомендую, кто ищет, присмотритесь, потому что, ну, дольше всего он держит батарею. Вот. Так что этим пылесосим раз в неделю, когда надо именно влажную уборку делать. Потому что он делает сразу и влажную, и сухую уборку. И у него такая мощность, вы не представляете, мне все время кажется, что он у соседей там пыль отсасывает даже снизу. Потому что он нереально мощный. Просто он очень тяжелый. И вот чисто для женской руки, для меня там я, не знаю, сколько, 53 килограмма вешу. Мне тяжеловато им управляться. Вот. Но все равно используем. А вот это вообще легкий, легкий-легкий прям классный пылесос. Так что если еще не купили себе в поисках, если нет возможности, ну, и по каким-то причинам не хотите покупать Dyson, который стоит в три раза, нет, в два раза дороже, то вот советую к этому присмотреться. Я хочу вам показать мое новое приобретение, мои новые губы. Если вы помните, я покупала себе такую штучку для практики. Ну, просто, вот знаете, как некоторые на раскраске по номерам делают, их это умиротворяет. А меня вот нанесение макияжа. Вот. Но свои глаза я особо портить не хочу, постоянно красить, стирать. Поэтому я решила заказать себе тренировочные вот такие глазки. Я уже в одном из видео вам показывала. И теперь у меня появились вот такие вот губы к этим глазам. Я все ржу, осталось еще докупить уши, лоб, и чтобы... А, лоб есть у нее, уши, короче, докупить осталось, подбородок, и будет полностью вот такое вот лицо. Губы такие мягкие, вы себе просто не представляете. Я еще особо ничего не пробовала на них делать. Какие у нее зубки. Ой, Лева постоянно просит у меня эти губы. Он так ржет, он на мне разговаривает, там что-нибудь говорит, вот так делает. Вот, один раз я ему показала, и все, он как ухохотался, блин, аж закатывался. Смотрите, они такие мягкие, просто нереально. Вот, очень качественно сделаны. Вообще никаких вот нареканий нет. Сейчас я покажу полную картину. Прекрасные девушки. Вот, ну, мне нравится со всем этим возиться, как бы делать макияжи. Я очень даже натурально получается на вот этой штуке. Она обычно мицелляркой отмывается. И, в общем, эти губы, там не помню сколько, 6 евро, по-моему, стоят. Может, чуть дешевле. Так что буду скоро экспериментировать, делать им какие-нибудь макияжи. В общем, очень я довольна. Всегда хотела эту штуку, очень ее ждала в свое время, и вот теперь она у меня появилась. Пока монтирую видео, которое будет вот это вот вы увидите. Это, знаете, как сон во сне иногда снится. Вот так видео-видео. Хотела вам показать вот такую вот классную штуку. Точнее, она у меня уже закончилась, и я собираюсь заказать ее еще раз. Это французская косметика Sebi Aclair. Называется микро такой пилинг. Когда вы лицо протираете тоником, вот здесь вот такой микро пилинг. Такое чувство, будто у него были какие-то мелкие такие частички, которые очень хорошо справлялись и с кожным жиром, и с шелушениями. Я на протяжении года постоянно покупаю и пользуюсь. Здесь 150 миллилитров, поэтому не так уж экономно, учитывая, что я два раза в день наносила это средство. Очень хорошо от черных точек помогает. Но однозначно они светлеют. Вот. И стоило это средство не очень дорого, не помню. Ну, не помню точно, сколько цена была, потому что, знаете, она с начала года очень, все цены менялись. И там Лёва играет, прошу прощения, в комнате. Вот. Так что, если увидите эту марку, очень советую присмотреться, потому что качество у него очень классное за достаточно разумные деньги. Лёва качали, теперь нормально здесь, в своей комнате, ничего не поделать. Потому что Лев качается, приходит. Вот. И я тут убираюсь, а он врезается в меня. В общем, выгнала его сейчас. С кноба потом придешь. В общем, просили меня в прошлом видео, чтобы я сняла организацию хранения своей косметики. Вот как раз я сейчас пойду мыть вот этот вот большой органайзер от Бонни Бокс. Ну, реально, из-за все время, что я веду канал 10 лет, это, наверное, одна из самых удачных таких вещей, которая у меня появилась. Обожаю этот органайзер. Там я ящик один специально вытащила, но я туда внутрь кладу, то есть он мне там не нужен. Мне там вообще гирлянда лежала. И я раз в неделю его мою в душе, как бы опрыскиваю средствами и мою, потому что, ну, пыль скапливается, плюс отпечатки пальцев мои остаются, потому что я косметику оттуда постоянно достаю. И вот потом порядок на виду, избавлюсь от половины косметики. Косметики у меня с каждым разом все меньше и меньше, чему я несказанно рада, потому что, на самом деле, уже хочется вот какой-то косметической диеты. Надоело все, я в последнее время даже особо ничего не покупаю, только вот по мере необходимости. Да и косметика вообще никому особо не интересна. Вот бывает там 2, 3, 4, 5, там 10 запросов, чтобы что-то про косметику рассказать, а так ее никто не смотрит. Так что сейчас пойду все намывать, а потом обязательно сниму видео. Все, органайзер я помыла, но вчера уже опять его испачкала, потому что я 2 дня подряд красила девчонок, и их родители на выпускные, тупость вообще выпускной, сделали 2 часа дня, поэтому много народу я не успела накрасить. Вот, ну, если бы было вот как в прошлый раз в 6 часов вечера, то примерно я в каждый день брала по 3 человека, то есть 6 человек получалось. Но я никогда объявления не давала, все ко мне вот по сарафанному радио приходят, некоторые уже в 25 раз приходят, вот, и в этот раз тоже вот так вот по знакомству, ну, то есть по знакомству пришли и вот накрасили. И я, конечно, его тут трогала, ляпала, смотрите, вообще даже сломала. В общем, короче, обидно мне, ну, что делать, уже ничем не починишь, может, наклейку какую-нибудь красивую приклеишь, надо кисти все помыть после работы, вот. И, да, в следующем видео уже покажу организацию хранения косметики, я все постаралась красиво разложить, сейчас еще немножко там, как сказать, ну, больше-больше порядка будет, и вам тоже все покажу, расскажу, от чего я избавляюсь. Что вот во второй раз покупаю, сделаю видео еще про карандаши цвета пыльной розы, потому что запросов на них очень много, показать любимые, со свочами, с номерами, все это обязательно сделаю. Сегодня у нас эстонский государственный праздник, плюс еще сегодня у нас Иванова ночь, вот, так что видео буду заканчивать, поснимаю на празднике что-то на нашем, будем шашлыки на даче жарить, вот, и увидимся в следующем видео, всем пока!